О развитии системы патриотического воспитания и кадетского образования говорили в Чуварском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. В Чебоксарах с рабочим визитом побывал заместитель полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Это всего лишь одно из направлений кадетского образования. Я думаю, что это полезное направление, как для мальчишек, так и для девчонок. На самом деле направлений для развития сегодня в кадетском корпусе немало. Скучать ребятам не приходится. После уроков здесь начинается не менее интересная жизнь. Подготовки военной и физической здесь уделяют львиную долю времени. Кадет должен быть сильным, выносливым, иметь навыки обращения с оружием. Это важно. Я учусь в кадетском корпусе, потому что хочу сложить жизнь в дальнейшем с авиацией. Нам в кадетском корпусе дают полную физическую подготовку. Помимо бальных танцев я занимаюсь стрельбой. Ребята активно участвуют в различных межрегиональных и республиканских соревнованиях. В период семесячника оборонно-спортивной массовой работы, посвященному строительству сурско-казанского рубежа, в личном первенстве я выбил 92 очка из 100 и занял второе место. В дальнейшем хочу связать свою судьбу с воинской службой, ФСБ, РВСН, ВДВ или что-то в этом духе. Но не менее важно изучать технические дисциплины, знать военные истории страны, региона. Методики преподавания сегодня носят интерактивный характер. В ходу цифровые технологии. Их нужно развивать, считают участники встречи. У кадетского корпуса окруженный статус. Только в этом году на учебу сюда приехали из Кировской и Ульянской областей, республики Мариэл. Впереди самые амбициозные задачи. Мы сегодня рассматриваем престиж кадетского образования, престиж нашего кадетского корпуса. Во время занятий внеурочной деятельностью ребята изучают авиационную промышленность. Они строят ракеты, модели самолетов. И, конечно, кадетский корпус тесно работает с Академией имени Жуковского. Эти ребята уже точно знают, какую профессию они выберут. Поэтому помимо уроков занимаются дополнительно. Расширяют свои познания с помощью онлайн-лекций. На встрече шла речь и об обновлении материальной базы. На вооружении современной армии уже давно новое оружие и техника. Профильное министерство сообщает, что этим летом на базе Чувашского кадетского корпуса планируют открыть летний лагерь. И постараются взять туда всех, кто думает о карьере военного. Наталья Мальчикова-Бахтира вели в Республика.